Здравствуйте! С вами Климат-контроль. Наблюдение за аномальными изменениями климата. В текущем выпуске мы расскажем о Тихоокеанском огненном кольце, что происходит там сейчас и возможные причины. За период с 5 по 11 марта на Земле произошло 1550 землетрясений, из них 166 магнитудой свыше 4. Самое сильное землетрясение магнитудой 6,8 произошло 8 марта в Папуа-Новая Гвинея. Мощные землетрясения в Папуа-Новая Гвинея продолжались каждый день с 5 по 9 марта с магнитудой 5 и более. Максимальная магнитуда составила 6,8. Землетрясение произошло 8 марта в районе острова Новая Ирландия. Однако с большими последствиями было землетрясение в восточной части острова Новая Гвинея магнитудой 6,7. Для сравнения нужно сказать, что в Папуа-Новая Гвинея за весь 2008 год произошло 80 землетрясений магнитудой свыше 5, а в 2018 году за два с половиной месяца уже зафиксировано 83 землетрясения магнитудой выше 5. Отметим, что на другой части планеты, на североамериканском континенте в 2017 году случилось 167 землетрясений магнитудой свыше 5. Это наибольшее количество землетрясений за последние 20 лет. В обоих случаях мы видим заметное увеличение сейсмической активности на территориях, входящих в Тихоокеанское огненное кольцо. Но об этом далее. Зимний шторм Skylar принес сильные снегопады в штаты Западная Вирджиния и Кентукки. Без электроэнергии остались 65 тысяч домов. В городе Лексингтон, штат Кентукки, к утру 12 марта 2018 года выпало более 25 сантиметров снега, что на 10 сантиметров больше годовой нормы. Только за первые 11 дней весны 2018 года в США пронесся уже третий зимний шторм. За последнее время по всей планете произошла серия мощных землетрясений. Это указывает на катастрофические процессы, происходящие в земной Корее. Ученые обеспокоены тем, что это может вызвать цепную реакцию и повысить вулканическую активность во всем мире. Все больше людей начинают задумываться, что нас ждет в будущем. Мы обратили внимание на активность Тихоокеанского вулканического огненного кольца. Это область по периметру Тихого океана, в которой находится 328 действующих наземных вулканов из 540 известных. В этом регионе произошли около 90% всех мировых землетрясений и 80% самых мощных из них. Начиная с 1995 года, общее число землетрясений и вулканических извержений в области Тихоокеанского огненного кольца начало возрастать. Теперь вернемся к текущей ситуации. Ученые прогнозируют, что в 2018 году число сильных землетрясений может резко возрасти из-за замедления скорости вращения Земли вокруг своей оси. Гипотезу связи сейсмической активности со скоростью вращения Земли выдвинули Роджер Билхэм из Университета Колорадо и Ребекка Бендик из Университета Монтана. Их доклад был представлен на заседании Американского геологического общества. Билхэм и Бендик проанализировали данные о землетрясениях магнитудой 7 и более с 1900 года. Они выделили пять периодов, когда число мощных землетрясений резко возрастало — до 25-30 в год при среднегодовом показателе в 15 сильных землетрясений в год. Ученые выяснили, что периоды усиления сейсмоактивности начинались примерно через пять лет после того, как скорость вращения Земли достигала минимума. Сейчас прошло примерно четыре с половиной года после достижения минимума. Таким образом, согласно гипотезе, в 2018 году возможно увеличение числа мощных землетрясений. Билхэм говорит, что если с начала 2017 года было зафиксировано шесть сильных землетрясений, то в 2018 году их может быть 20 и более. Когда земля замедляется, ее диаметр в районе экватора сокращается. Однако если талия Земли уменьшается, то одежда, тектонические плиты, остается прежнего размера и мнется, сказал Билхэм. Большинство мощных землетрясений в последнее время было зафиксировано в экваториальных областях Земли. Это еще раз подтверждает гипотезу. Экваториальная область достаточно плотно населена, на ней проживает около одного миллиарда человек. Поэтому проблема увеличения числа землетрясений стоит остро. Многие ученые отмечают эти события. Например, британские ученые подтверждают, что, например, Земля начала замедляться. И за последние 700 лет она замедлилась, они же измерили на 4 миллисекунды. Вроде бы немного, но… Это катастрофично. Да, но на самом деле это ведет к большой катастрофе. Дело в том, что когда Земля вращается, она немножко приплюснутая. Центробежная сила. Когда она начинает замедляться, она начинает принимать форму в близкую форме шара. Естественно, меняется площадь поверхности земного шара и есть тектонические разломы. И, соответственно, плиты будут либо расходиться, либо наоборот находить на этого. И ученые прогнозируют, что, например, даже в этом году вулканическая активность на Земле должна увеличиться минимум в два раза. То есть они подсчитали, что примерно в среднем в год происходит 6-7 крупных землетрясений. Вот в этом году они ожидают порядка 30 крупных землетрясений. И, опять же, это ожидание. Реальность может оказаться совершенно иной. И мы видим… Достаточно одного серьезного. Да, однозначно, чтобы исчезло все человечество. В докладе ученых «АЛЛАТРА НАУКА» о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле «Эффективные пути решения данных проблем» говорится об активизации Тихоокеанской литосферной плиты в зонах субдукции. Данное событие стало своеобразным индикатором новой фазы сейсмической активности, связанной с ускорением движения этой литосферной плиты. Поясним значение слова «субдукция». Наверное, людям, далеких от геологии, хорошо известно, что внешняя оболочка нашей планеты состоит из литосферных плит. Они состоят из земной коры океанического и континентального типов. Но не каждый знает, что под водами Тихого океана скрываются сразу три плиты – крупно-тихоокеанская и две поменьше – Кокос и Наска. По периметру этих плит проходит Тихоокеанское вулканическое кольцо – область на стыке океанических и континентальных плит, в которых расположена большая часть вулканов Земли и происходит наибольшее количество подземных толчков. Огненное кольцо имеет диаметр около 10 тысяч километров. Как мы знаем, процесс движения литосферных плит происходит постоянно, незаметно для человека. В месте, где происходит расхождение соседних плит, открывающееся пространство заполняется за счет подъема расплавленного глубинного вещества и происходит образование океанической литосферы. А там, где литосферные плиты сходятся, одна из них пододвигается по другую и наклонно уходит на глубину в размягченное вещество остеносферы. Таким образом происходит субдукция плиты. По мере субдукции океаническая литосфера попадает в область у более высоких температур и давлений, где из нее выдавливаются перегретые минеральные растворы. Тепловой поток от наклонной зоны субдукции направляется вверх. Это приводит к образованию магмы. Магма, прорываясь на земную поверхность, порождает вулканические извержения. Так, над зоной субдукции образуются связанные с ней вулканы. В Тихом океане находится несколько зон разрастания океанической литосферы, главная из которых – Восточно-Тихоокеанская зона. По периферии океана происходит субдукция этих плит под обрамляющие континенты. Над каждой зоной субдукции протянулась цепочка вулканов. Все вместе они и образуют Тихоокеанское кольцо. Однако, это кольцо не полное. Оно прерывается там, где нет субдукции – от Новой Зеландии и вдоль Антарктического побережья. Кроме того, ни субдукции, ни вулканизма нет на двух отрезках побережья Северной Америки – вдоль полуострова из штата Калифорния и к северу от острова Ванкувер. Мы пообщались с Владимиром Юрьевичем Кирьяновым, кандидатом геолога минералогических наук, специалистом в области вулканологии, а самое главное – добрым и отзывчивым человеком. Во время беседы было раскрыто много важных и интересных тем, в том числе поговорили о движении тектонических плит и вероятности извержения вулканов. Эти плиты, естественно, движение плит, когда эта океаническая плита, как, знаете, лент-эскалатор, уходит под континентальную плиту туда, да, под углом 30 градусов, допустим, дискретно, оно же дискретно, потом все это переплавляется на глубине, и в виде вулканов уже извергается на поверхность, почему это Огненное кольцо-то называют, там, где-то границы, зоны субдукции. В Индонезии, кстати, интересный вулкан, площадь Камчатки по территории равна площади острова Ява примерно. И там и там примерно 40 действующих вулканов. И на Камчатке, и на острове Ява. Примерно, видите, одинаковый размер. На Камчатке живет примерно 300 тысяч человек, все население, да. На острове Ява живет 140 миллионов человек. Население всей России живет на острове Ява. Когда мы говорим о вулканической опасности, для Камчатки это больше научный интерес. Если вулкан извергался, хорошо, там, поехали, поизучали. А на острове Ява, это, каждое извержение, это бедствие. Потому что люди селятся всегда около вулканов. У нас очень подородная почва. Пепел – это готовое удобрение. Италия на Везувии селится у склонных. Япония, Индонезия – все лезут на склоны вулканов. Чем больше пепла, тем больше урожая. Лучше урожая, и не надо никаких искусственных носить. Все это естественным путем. Владимир Юрьевич, вот интересно, вы упомянули в Италии, да. И вот за последние годы там достаточно серьезно участилась сейсмическая активность. Какая ситуация там с вулканической активностью? Потому что страна находится в зоне действующих активных вулканов все-таки. Самый опасный вулкан, конечно, в Италии. Потому что он в 1941 году не извергался. Чем дольше вулкан действующий не извергается, тем больше энергии накапливается, тем сильнее будет следующее его извержение. В Италии, вообще-то, пора уже извергаться. Знаете так, чисто поднять хронологию его извержения, пора уже извергаться. И Визуи опасен еще тем, что... Ну, во-первых, Няполь рядом, там 3 миллиона на склонах живет. И Визуи опасен тем, что всех видов вулканической опасности, которые там бывают, грязевые потоки, выпадение пепла, пирокластический поток, когда раскаленный пемзо там со скоростью больше 100 километров движется по склону вулкана, да. Вот все эти виды опасности, они все могут быть при извержении Визуи. Понимаете, он собрал в себя все, что тут может быть, все может случиться при одном извержении. И второе, там есть филигрейские поля, область такой, область филигрейских полей, да, вот уже в районе Няполя. Где как раз и утрясение происходит. Там очень было сильное извержение примерно 30 тысяч лет назад. Юмор, интерес к другим людям, вообще интерес к жизни в целом. Знаете, наверное, это такое должно быть большое. Интерес к жизни, к общению с людьми, и открытость, открытость, доброжелательность. Это все объединяет людей. Если было бы это у всех, да, то это все в целом сделает, конечно, чтобы вашу жизнь была лучше. Что ты желаете? Быть всегда доброжелательно настроенным. Ко всем людям доброжелательно настроены. Мне кажется, это такие качества, которые позволяют человеку выжить в любой ситуации, в любой цельско-земного шара, вообще с любыми людьми.